Своё вступительное слово мэр начал с оценки качества работы жилищно-коммунальных и дорожных служб города. Здесь речь зашла и о приведении объектов курорта к единому архитектурному стилю. Мелочей в этом вопросе не бывает, отметил Пахомов. Побелка и покраска тех же лавочек должна стоять на одном уровне с ремонтом фасадов. За каждой территорией закреплен чиновник, и все работы должны быть завершены к 1 мая, подытожил мэр. Также большое внимание сегодня к работе по борьбе с коричнево-мраморным клопом, который буквально атаковал Сочи. Администрация города организовала обработку растений. На сегодняшний день она прошла на территории более 12 тысяч объектов. Нужно, чтобы собственники территории, а это парки, все муниципальные учреждения, мы знаем, что заключили договорные отношения на обработку. Но кроме муниципальных, есть еще территории санаториев, и эти территории санаториев должны заключить договорные отношения на обработку. Это надо сделать и проконтролировать. Доложили сегодня главе города и о результатах мониторинга объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В 2017 году таких было более 17 тысяч. В результате работы, в том числе с применением крайних мер, то есть отключения от водоснабжения, неканализованных объектов стало меньше – 710. Бывшие нарушители подключились к системе канализации, установили лосы, в частных домах появились выгребные ямы. В связи с этим открытые сбросы на рельеф, в системе ливневок в городе практически отсутствуют. Выявить, если есть еще незаконные где-то сбросы, немедленно их заварить, эти трубы. Серьезнейший мониторинг, Юрий Федорович, это ваша ответственность вместе с главами. Я буду проводить эти работы, но я выборочно возьму какой-то микрорайон, который мне, я сам знаю, например, вот я раздольную пойду и скажу, опять вода течет, ну и накажу текст, который не принимали меры. Берите, заваривайте трубы, берите, отключайте воду. Вопросы остались вывозом жидких бытовых отходов. В Сочи определены места для их слива. Расположены они на всех очистных сооружениях – Адлерских, Бзугинских, Лазаревских и Дагомысских. Стоимость приема одного куба снизили до 30 рублей. Власти рассчитывают, что такая мера позволит исключить сброс ЖБО в несанкционированных местах. Более того, мы приняли решение, что мы принимаем жидкобытовые отходы от любых людей. 150 рублей стоит сброс пятикубовой машины. Ну, то есть, септик где-то у нас в городе в среднем от трех до пяти кубов. Поэтому 150 рублей уж, наверное, найдет каждый для того, чтобы заплатить, чтобы не сбросить куда-то это, например, в речку. Поэтому мы предлагаем всем приезжайте в САХ, покупайте талончики. Талончик стоит 30 рублей, еще раз говорю, куб. И привозите, сливайте эти нечистоты в эти предусмотренные места для слива. Еще одно решение проблемы – программа МУП «Водоканал» по строительству сетей канализования. В Адлере на Черниговской работы завершены наполовину. В центре на Пластунской только начинаются. Где еще будут проложены системы централизованного водоотведения решится 1 мая. В проект планируется вложить около 10 миллиардов рублей. К магистральным же участкам горожане должны будут подключаться за свой счет. Обращаться в «Водоканал» для заключения договора инвестирования можно уже сейчас.